Российский диктатор Путин выступил на саммите Брикс под фанеру с измененным голосом. Зачем он это сделал, еще неизвестно. Однако все были очень удивлены, когда Путин раскрыл свой рот. Вполне возможно, что бункер новосидельца не устраивает его голос, и он решил, что будет лучше, если его озвучит популярный актер дубляжа. Отмечу, что регулярное проведение таких деловых форумов, как и системная работа делового совета Брикс, объединяющего ведущих бизнесменов и глав крупнейших компаний стран пятерки, действительно играет большую практическую роль в продвижении. Подписчики в Телеграм мне подсказывают возможные причины, зачем Путин изменил голос. Пирамидал Кьюб пишет, что в Кремле не нашли двойника с похожим голосом. Такое может быть, ведь у каждого двойника свой голос, а для картинки по телевизору делают переозвучку. Елена Беленко также говорит, что это может быть из-за наличия двойников и что боятся, что двойников раскроют. А Гри пишет, что рядом не оказалось нормальных программистов, уехали в отпуск. А еще мне понравилось недавнее заявление российского бункерного проходимца, в котором он заявил, что российская экономика вошла в пятерку сильнейших экономик мира по итогам 2022 года. Приблизительно это из той же серии, что если стоимость доллара растет, то это лучше для российской экономики, так как в рублях она будет получать больше за свои товары. Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года, вот несмотря на все эти прогнозы, Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Бледная моль наглухо потеряла ощущение реальности и живет в каком-то своем мерке, который ограничивается стенами подземного бункера. Мало того, что он побоялся лететь на саммит Брикса из-за возможности ареста, он также побоялся лететь в Турцию. Таких трусов, как Путин, мир еще не видел. Все до сих пор помнят, как он быстро убежал из Москвы во время наступления музыкантов. Он заочно сдал город, эвакуировавшись куда-то в Сибирь. Тогда, после его побега, убежали и остальные российские чиновники, из-за чего пришлось давать один выходной день, чтобы они потом вернулись. Сейчас остается загадкой, каким образом этот чучело-уголовник до сих пор остается у власти. И не стоит забывать, что на Путина выдан ордер на арест Международным уголовным судом за содеянные военные преступления. Ссылки в описании.